Христианин Леон Розенберг Леон Розенберг Леон Розенберг все вместе тогда мы увидим глубину картины мы можем понять что происходило тогда как это происходило кто был где был ну понимаете мы сможем увидеть целостность картины мы уже видели начало рабинович который мы увидели самое первое это были миссии которые начали движение помните да и они изменили отношение к миссиям то есть они начали говорить с людьми с евреями на понятном им языке они начали печатать писание библии они начали ну писали на на и дыш на иврите на тем том языке которые понимали евреи они они старались вносить в христианскую жизнь еврейскую традицию такие как еврейские праздники до празднование шаббата субботы и в конечном итоге мы увидели рабиновича иосифа давидовича рабиновича который начал в кишиневе первую еврейскую мессианскую общину которую приняло государство то есть это был прецедент потому что до этого да не было такого чтобы и такую общину могли принять то есть если еврей каялся он уходил в церковь которые в которой он каялся если в православии он ходил в православии в католицизме он уходил в католицизм в протестантизме уходил в протестантизм И Иосиф Рабинович был тем человеком, который действительно начал вот это движение, которое сегодня у нас как бы известно как еврейское мессианское движение, когда евреи могут собираться вместе в одну общину и действительно выражать свою веру в еврейском контексте. Мы увидели потом Венгрию, да, Ицхака Ринхенштейна, Равина, который принял Ешуа через чтение Писания. Я делаю упор. Все вместе. Очень важно это было то, что они могли читать Писание, они могли читать Новый Завет. Следующее, это у нас будет уже Розенберг. Итак, Леон Лазаревич Розенберг родился 15 февраля 1875 года в городе Ополе, это Польша. И он ушел к Господу в 1967 году в Калифорнии, в городе, который знают все, Санта-Барбара. То есть, еще раз, 15 февраля 1875 года он родился в Польше, город Ополе. А в 1967 году он ушел к Господу в Калифорнии, Санта-Барбара. Пастор, один из инициаторов движения мессианского еврейского движения в Украине и Польше. Итак, как положено, мы начнем с детства. И Розенберг, он был первенцем в своей семье, в семье, ортодоксальной семье, в семье, которая исповедовала ортодоксальный иудаизм, хасидский иудаизм. Это были глубоко верующие люди, это действительно были люди, которые уважали Господа, которые знали Его, которые пытались достигнуть благочестия всеми силами, какими они могли достигнуть, понимаете, да? То есть, скажем, они, как писал Павел, были ревностны по закону. И это же самое они передавали своему сыну. Они хотели, чтобы их сын тоже знал Господа, знал Тору. Они, как положено, вы знаете, да, что евреи начинают учить Тору с каких, со скольки лет? С шести. В шесть лет они начинают учить Тору, и в дальнейшем они, как бы, год за годом растут, растут, и в конечном итоге приходят к каким-то определенным успехам. Кто-то становится раввином, кто-то становится ученым, а кто-то становится хорошим сапожником, хорошо знающим Тору, не хуже ученого и раввина. Вы понимаете, это уже такая народная, наша народная черта. Итак, смотрите, он учился в хедере. Что такое хедер, да? Вы понимаете, хедер буквально комната. Вот в такой комнате, там, ну, конечно, не в такой, в комнате, то есть собирались дети, и был человек Миламет, да? Вы помните, что у Ринхенштейна был папа Миламет. Они собирались, и они учили буквы, Алиф, Бет, Вет, Гимель, Далет, и потом они учились читать. После того, как они учились читать, они начинали разбирать Мишну, то есть они не читали, самое интересное, они не читали Библию, Писание в нашем понимании, они начинали изучать комментарии Мишну, Гимару. И так, после этого, когда он проходил уже начальный курс, скажем, начальный курс обучения, его каждый раз проводили экзамен, он переходил на следующий уровень, и это уже была Иешива. Иешива – это уже, скажем, место, как институт, где уже преподавалось более глубокое знание Талмуда, более глубокое знание уже раввинистического иудаизма. Он был успешен в учебе, но очень много вопросов не давало ему ответов, ну, в покое, знаете, вот он как бы читает, и он понимает, что должно быть что-то еще. И он искал его. И вы помните, что вот Ицкак Ленхенштейн и Рабинович, они тоже занимались кабалой, они изучали кабалу, чтобы найти какие-то ответы. Они хотели узнать, в чем же есть причина, в чем первопричина всего, что происходит. Таким же был и наш уважаемый Леон Розенберг. Он увлекся таким раввином, как, ну, у нас его знают многие, потому что это Нахман из Брецлова, который похоронен в Умани, и на каждой рожь Ашана сюда приезжают тысячи и тысячи хасидов. И они устраивают там геволт, они устраивают там, в общем, полный радостный праздник. И, ну, самое интересное, что среди самих хасидов Рабин Ахман страдал, ну, его называли вольнодумцем, потому что многие его идеи, они были слишком, ну, слишком либеральные, там, скажем, слишком неортодоксальные. То есть, ну, например, он говорил так, учение – это хорошо, но учение без радости – это гробовая доска. Понимаете? То есть, итак, знание Бога – это хорошо, но важны отношения с Ним. Знание, они для того, чтобы узнавать Бога, чтобы быть ближе к Нему. Это такой упор был хасидов братцевских, и что есть цадик, есть цадик, который стоит во голове, у него есть вся мудрость, и, слушая цадика, можно получить высшую степень знаний. И вот он начал изучать труды Раби Нахмана из Брецлова. Однажды в его руки попала… Какая книжка? Точно, попала книга Брид Хадаша. То есть, это получилось каким образом? У него был хороший приятель, друг, с которым они вместе учили тайные знания, учили Кабау. Потому что, я вам хочу сказать, что в еврейском кругу до тех пор, пока мальчик не достигнет определенного возраста, ему нельзя изучать Кабау. Ну, пока он, скажем так, не женится. Или не выйдет. Почему? Потому что были прецеденты, когда мальчики уходили в ересь. И так появился Шабатай Цви, так появился Яков Франк, так появились многие люди, которые уходили просто в сторону. И поэтому, как бы, раввины ограничили обучение Торы с определенного возраста. То есть, мужчина, ну, юноша должен был женат, или он должен был это проходить под руководством очень мудрого раввина, который имеет право на это. Но, конечно, молодежь, как положено, хватается за все, что можно и нельзя. Они начали изучать своим другом, начали учить, ну, как бы, хватать какие-то книги, читать их, изучать. И в конечном итоге приятель сказал, что у него есть очень интересная книга, тайная книга. И он хочет поделиться этой книгой с Леоном. И вот, любопытство Леона я буду читать из книги «Жизнь лишь одна», биография Леона Роземерга, которую написала его правнучка, его внучка, известная поэтесса Вера Кушнир, христианская. И у нас такая была привилегия в общине на 110 лет мессианского движения в Одессе. Мы переиздали эту книгу, и вот, я буду читать из нее. Любопытство Леона к новой, полученной от друга учителя книге и совету хранить ее в секрете, возрастало с каждым днем. Книга стала своего рода запретным плодом. Когда он открывал ее страницы, чтобы тут и там взглянуть на них, его внимание привлекли слова в пятой главе послания апостола Павла к римлянам. Странные слова, поразившие его, как удар молнии. Оправдание верою, мир с Богом, доступ к благодати, радость, надежда, слава. Сделав это открытие, Леон помчался с реглавом к своему другу. Совместное чтение восьмой главы послания к римлянам открыло новый, неведанный мир и вызвало бурю противоречий в душе. Содержание этой интересной и новой книги возбудило желание продолжать ее изучение. Внезапно Леон понял, почему с этой книгой обращались с такой осторожностью, и решил уделить один поздний час неделю для ее изучения. Из седьмой главы он узнал, что автор пишет к тем, кто изучал и знал Тору, тем, кому она известна на еврейском языке, потому что он пишет, ибо говорю знающим закон. Римлянам, седьмая глава, первый стих. Итак, смотрим дальше. Конечно, он читал эту книгу с восторгом, его было очень интересно, но, знаете, все тайное становится явным. И об этом, что в городе появилась книга, которая запрещена, достигла ушей раввинов, достигла ушей, скажем, руководства. И они просто сказали, у кого эта книга, должны прийти к нам, иначе просто проклятие придет на нашу общину. И Леон со своим другом по простоте душевной решили все-таки прийти. Они пришли к этому раввину, дали эту книгу, он сразу же ее кинул в печь, сразу же ее сжег. И ребят отучили от синагоги. Все. Потому что они совершили непростительный грех. Ну, с точки зрения ортодоксальных раввинов. Они начали читать Новый Завет. Но в конечном итоге самое интересное, что за них вступилися и их простили. Но так как уже авторитет отца, который, кстати, он был коганом, то есть он был священником, был подорван, семья переехала в другой город. Прошло, значит, прошло время, Леон учился в ортодоксальной Ишиве, он учился, он постигал, ну, как бы, знания Талмуда, Мишны, Гемары, традиции. Но наступил момент, когда он решил, даже не он, его отец, как бы, посоветовал ему пройти светское образование. И то есть получилась такая возможность. Если вы помните, мы говорили про черту оседлости, да, но в Польше были более такие свободные законы, потому что Польша только недавно присоединилась. И там за деньги можно было сделать все, ну, как и сейчас. И Леон начал заниматься, его очень увлекала алгебра, физика, его очень увлекала геометрия. И он, ну, потому что, вы понимаете, что физика, алгебра, геометрия, они имеют такое же, как бы, строение, как еврейское, вот, как бы, вот это размышление. Что-то идет за чем-то, что-то, что-то строит, вот такая логика такая, знаете, что-то ведет к этому, ты смотришь, улавливаешь. Вот развитое мышление. И он очень увлекся светскими вещами. И в конечном итоге, в конечном итоге, что произошло? А произошло вот что. Молодой человек увлекся светским и превратился из ревностного верующего, иудейского верующего, и ортодоксального верующего, превратился в агностика. Дело в том, что умерла его любимая мама, которую он очень любил, и он просто разозлился на Бога. То есть, как он считал так, как Бог может позволить умереть того, кого ты очень любишь? То есть, он просто разозлился на Бога. То есть вы понимаете, да? То есть я думаю, что в жизни у каждого из нас бывали случаи, когда были какие-то ситуации, и мы просто начинали сомневаться в существовании Творца. Потому что не может Бог так поступать. Ну как же так, любящий Творец? Для евреев многих это был Холокост. И они говорят, ну где же был Бог, когда умирали 6 миллионов евреев? И этот вопрос очень часто тормозит многих евреев вообще в принятии Ишуа. Они говорят, где же был Христос, любящий, такой прекрасный, такой возвышенный, когда наших предков ввели в газовые камеры или на расстрельные рвы. И один еврей, который выжил в Холокосте, который выжил в консервационном лагере, он сказал такую фразу, Иисус умирал вместе с нами. И это действительно так. Действительно, убивали на самом деле. Холокост это большая трагедия. И она имеет множество уровней. Один из этих уровней, это действительно, что дьявол хотел уничтожить Израиль, потому что, помните, мы говорили, да, у Израиля особое предназначение. Если Израиль войдет в свое призвание, то есть придет полнота церкви, придет полнота Божьей общины, и тогда Машеях Ишуа вернется. И поэтому дьявол делал все возможное, чтобы остановить вот это течение. Кроме того, я хочу вам сказать, конечно, неприятно звучит, но это был период, когда евреи уходили от Бога. Они становились агностиками, они оставляли веру, они просто становились безбожниками. И евреи, которые лишены веры, они пытаются, знаете, заполнить пустоту. Любой человек, который лишен Бога, он пытается заполнить пустоту, чем попало. Кто-то заполняет алкоголем, кто-то наркотиками, кто-то политикой. И неудивительно, что многие евреи решили для себя сделать рай на земле, поэтому они пошли в политику. Кто-то пошел в большевистские, ну, к большевикам, кто-то пошел к меньшевикам, кто-то пошел в бунт. Бунт — это еврейская партия. И они начали просто искать, скажем, пытаться строить царство Божие своими силами. И поэтому, конечно, Богу пришлось напомнить, кто он и кто-то народ, и для чего народ и создан. Конечно, жалко, больно очень, что такое цену. Но опять же, мы говорили о том, что Бог хранил свой народ. И разрушая еще один миф, который существует, евреи, христиане, они умирали вместе со своим народом. То есть, то, что они были евреями, верующими в Христа, это не означало для них справка, для убийц. Я верующий в Христа, я уже все нормально, не убивайте меня. В семье Розенберга была такая трагедия. Его сестра, она была расстреляна вместе со своим мужем. Его звали, их семья Мальцман. Вы помните, мы говорили, что в Венгрии было большое количество евреев, христиан. На Украине у нас здесь было, в Молдове было много евреев, христиан, в Румынии. И на самом деле их тоже убивали. Один из этих людей, который для меня, например, такой знаковый, это Ицхак Фонштейн. Мы о нем будем говорить, когда завтра будем говорить о Рихарде в Умбранте. Это тоже был известный еврей, такой известный, он был миссионер, он был пастор глубокого сердца. И когда их посадили в вагон и увезли убивать уже, он стоял прямо рядом с Равином. Их так напихали, что просто невозможно было стоять. И значит, в этот момент там люди плакали, проклинались. И этот Ицхак, он посмотрел и говорит к Равину, пришло время петь псалмы. И Равин начал петь, начал, как он привык в синагоге петь. А Ицхак стоял рядом и рассказывал о том, что все эти псалмы, они говорят о Ишуа. Я не знаю, кто покаялся в этом вагоне, но я знаю, что люди, которые выжили в этом аду, они назвали его святым. И поэтому евреи, христиане, они умирали вместе со своим народом. Поэтому я хочу, чтобы мы поняли это, что когда евреи лишены Бога, когда евреи лишены Христа, они наполняются чем попало. Так и было с историей с нашим уважаемым Леоном. То есть он не захотел стать Равином, потому что он разочаровался в этом деле. Он начал просто смеяться с того, что он верил всю свою жизнь. У него появились новые идеалы. И чтобы образумить, знаете, молодого человека, ну что делают с молодым человеком, которого нужно образумить? Взрослые женщины меня поймут, их женят. Женится, возьмет жену, придет в себя, успокоится и перестанет заниматься ерундой. Знаете, семья вынудит. И была одна девушка, ее звали Фанни Вайман. Она была очень глубоко верующая еврейка. Они подружились. Ну вы понимаете, что в еврейской среде были развиты родственные браки. То есть она ему приходила с той ли троюродной сестрой, ну в таком плане. И они, ну поженилось. Их поженили. То есть у них было, знаете, у евреев не было так, что я прихожу, мама, я хочу взять Сару. Папа приходил, говорю, вот у них Сара, это твоя жена. Но так как папа у Розенберга был такой более либеральный, он все-таки спросил мнение сына. И оказалось, что они на самом деле друг другу нравятся. Они полюбили друг друга. И они вот поженились. Была свадьба. И он начал учиться на бухгалтера. Он пошел, они жили в Польше, в Варшаве. Он начал учиться на бухгалтера, поучать профессию. Ну понимаете, в то время бухгалтер это была очень, ну и сейчас, по-моему, не менее популярная профессия. И что происходило дальше? Он деградировал в понятии слова деградация в том, что он терял интерес к жизни. И его жена очень переживала за это. И вот однажды, однажды он встретился с верующим в Иешуа, Иисусом, верующим в Иешуа, мессию евреем, который занимался раздачей на улицах Варшавы трактатов, в котором на Идыше и Еврите были написаны цитаты из Ветхого Завета, пророчества, которые исполнились в Мессии. Этот еврей неоднократно подвергался избиению, его гнали, но он продолжал постоянно свое дело. То есть, если вы думаете, что в то время было просто выйти и сказать «Иисус Господь!» И все евреи «Вау! Где же ты был столько 2000 лет? Мы же столько лет тебя ждали!» Авдам еврею написано, трактат нам написано на еврите или на идыш, «Ишуа хамаше, так говорит Иисус». Время не изменилось. Как тогда они принимали, так и не примут. Но есть еще Святой Дух, Роха Кадеш, который касается сердец людей. И когда люди начинают читать Писание, когда они начинают искренне искать Бога, помните, как Шауль, Ребе Шауль, он гнал церковь не потому, что он был злой, он хотел, он ревностный, он искал Бога, он любил Бога, он хотел достичь свой народ, да? И мы должны смотреть на многих евреев, ортодоксальных евреев таким образом. Они любят Бога, они ищут Его, но они пытаются достичь Его своим разумом. Где-то. Поэтому мы должны понимать, что есть Святой Дух, который дает нам силу в проповеди. И порой слово «Я люблю тебя» для кого-то станет тараном, который разломает его неверие. Или «Иисус любит тебя», «Ешуа любит тебя», понимаете, да? И вот он выходит на улицу и встречает этого еврея. Я прочитаю, что там происходило. Это из дневника Розенберга, потому что Вера Кушнир использовала в описании книгу дневник Розенберга. Господин Зельберштейн хотел знать, был ли он на площади, когда евреи напали на него. Отвечая на вопрос, Леон хотел знать, почему Зельберштейн раздает литературу, зная, что она будет уничтожена фанатиками. С грустью в голосе Зельберштейн ответил. «Если бы наш народ только знал, что он попирает ногами сокровища, уничтожая слово жизни, он бы никогда этого не делал. В духовной слепоти они отвергли Мессию, о котором говорится в моей литературе. Я пускаю хлеб свой поводом, и он в свое время принесет плод». Леон был поражен, когда Зельберштейн, несмотря на то, что его прогнали и побили, сказал о евреях «Наш народ». Он привел место из Евангелия, в котором Мессия проявляет сострадание к своему рассеянному еврейскому народу, забудшим овцам дома Израилева, и прибавил «Господь Иисус велел нам любить врагов и молиться за ненавидящих нас без причины». Искренность свидетельства Зельберштейна произвела на Леона просто колоссальное впечатление. И он начал с ним общаться. Они начали встречаться, они начали говорить, они начали спорить, они проводили целые часы в спорах. И вот просто понимаете, самое интересное, так же само, как жена хотела, чтобы он изменился, она видела, что он начал меняться, но она так же само хотела, чтобы он не в это менялся. То есть у нее было представление, как должен выглядеть муж иудей, ревностный еврей. И Леон начал говорить с ней о Новом Завете, о Ешоа, он начал говорить о Торе, о законах отцов, о пророчествах. И она не понимала, что происходит, что с мужем. Вроде бы молилась за него, знаете, как иногда женщина молится, чтобы только не пил. А потом, что, все, кто пошел. Так же и самое здесь. А он, ну, ладно, я буду продолжать дальше. И вот Леону понадобилось несколько, ну там, какое-то количество времени, чтобы прийти к пониманию, что он все-таки верует. Он решил принять водное крещение. Он решил принять ТВУ. И это, вы помните, да, для евреев многих считается, что еврей отходит от веры, перестает быть евреем. То есть это был решительный шаг. В наше время это не так как бы решительно. У нас за это из дома никого не выгоняют. А в то время, вы помните, мать, отец садились на землю, разрывали одежды и говорили, мой сын умер. И он реально умирал для всех. С ним переставали общаться, ему переставали подавать помощь. Община просто переставала его считать, его вычеркивали имя из книги, из книги общины Кагала. То есть и человек получался, ну, просто никому не нужный. Смотрите, но его решение привело от того, что от него отвернулась семья, да. Ему отдали, перестали давать работу. Ну, и самое главное, что его попытались разлучить с женой. То есть получилось как, ну, если он умер, то его жена кто? Вдова. Все. Она свободна выйти замуж. И пытались ее, ну, как бы, выдать замуж за другого. Но она любила Леона, и она отказывалась. Существует такая традиция в еврейской, ну, есть такое понятие соломенная вдова, вы слышали, да? Соломенная вдова. Что это такое? Это еврейская традиция была такая. То есть многие, ну, как бы, евреи, например, выходили куда-то на заработки. Проходил год, два, три, но он не возвращался. Его могли убить. Он мог, ну, понимаете, да? Ну, жена оставалась, молодая девочка. И что делали? К ней приносили разводное, как бы, делали письмо, давали в руки. Она брала письмо в руки, и она была свободна. То есть она уже могла, то есть, как бы, понимаете, да? И так же само ей пытались дать, ну, то есть записку дать в руки, чтобы она взяла, а в нем разводное письмо. Ну, понимаете, да, саму идею? То есть помочь ей, как бы, помочь ей. Но она, как бы, не брала в руки никаких писем. И в конечном итоге, когда Леон разговаривал с одним братом, ну, так сказать, в церкви с одним человеком, оказалось, что этот человек из города, откуда сам Леон, где его жена находится. И он написал ей записку, что он жив, что он любит ее, что он ждет ее. Этот человек приехал в этот город, пришел к этой женщине, и она понимает, что это не еврей. Не еврей не может дать такую записку. Она взяла это письмо, прочитала, и в конечном итоге там была целая детективная история. Ее переправили через границу, они воссоединились. И они начали, самое интересное, знаете, в чем проблема была у Фани? Она говорит, я не понимаю, как христиане могут верить в младенца и поклоняться младенцу. Для нее образ Христа это был младенец, ну, маленький ребенок в яслях. Потому что она видела визуально, например, когда были там, знаете, вот эти святки, или как это называется, стоят вот эти, скажите мне, вертепы. А в этих вертепах лежит ребенок в яслях, да, там животные стоят. А так как они жили в Польше, католической стране, там они эти вертепы стояли. И для нее Ишуа, Иисус, ассоциировался с ребенком, с младенцем. И она не могла понять, как люди могут верить в младенца, когда есть большой Бог. То есть это как бы и дало поклонство получается. Но Леон начал потихонечку, постепенно с ней делиться. И в конечном итоге она поняла, что на самом деле это был Бог, который воплотился в оплоти. И она вышла перед собранием, засвидетельствовала свою веру. Она тоже приняла крещение. То есть они приняли крещение в Просвятерянской церкви в городе Гамбург. Пастор Арнольд Франк крестил Леона и Фани. Там же он закончил школу к подготовке миссии. Слово миссионер для многих евреев звучит коребно, чужой. Но слово миссионер это человек, идущий с миссией. Помните, мы говорили о терминологии. И вот терминология человек, идущий с миссией, миссионер, в еврейском понимании это кто? Шлехим, апостол, человек, идущий с посланием. Вот он закончил школу Шлехим, в котором его, ну, интересно было в том, что у него уже была хорошая подготовка. Поэтому его просто проэкзаминировали, посмотрели, что он хорошо разбирается. И ему дали диплом, дали свидетельство о том, что у него высшее теологическое образование. Его рукоположили, и он поехал миссионером от британской миссии Милдмей для евреев. Миссия Милдмей для евреев. Запомните, это очень интересная миссия, мы о ней еще потом поговорим. Он поехал в город. В какой город? Нет, он поехал в город Варшава. Потому что в Одессу он поехал позже. Он поехал вначале в Варшаву. И для него это был первый университет. Потому что он вышел в городе, где его все знали. И вдруг все увидели, тот агностик, тот безбожник стал христианином, стал еврейским верующим, миссианским верующим. И первая встреча со старыми друзьями кончилась тем, что он начал проповедовать Иешуа. Что еще может делать миссионер, посланный для того, чтобы проповедовать Иешуа? Проповедовать Иешуа. В конечном итоге его избили и сломали ему челюсть. Старые друзья. Просто потому что он начал проповедовать. Причем там вышел... Ну вот я могу зачитать, конечно. Но я думаю, это не так важно. Но сейчас давайте я тут зачитаю все-таки. Что? Что ты сказал? Громко закричал старый еврей. Кто-то не замедлил шепнуть ему в ухо, что Леон служит богой вести Иешуа, который хочет, чтобы евреи поверили в Толи. Толи это повешенный, да? Или Иешу. Как в своего мессию. Будучи типичным фанатиком, старик вышел из себя и начал колотить Леона по голове своим тяжелым зонтом. Сколько Леон не пытался спрятать свое измазанное сажей лицо от ударов, чтобы не получить непроправимого увечья старику, все-таки удалось разбить Леону челюсть. Вот это была его первая проповедь, которая закончилась очень весело. Кажется, знаете, вот я вам честно говорю, вот сколько у меня уже есть опыт проповеди Евангелия и на улицах богов вести и евреям. Знаете, были моменты, что подходил просто к человеку и говорил, «Так ты веришь в Иисуса?» Я говорю, «Да». И ты стоишь. А самое интересное, что в миссии еврея за Иисуса нельзя отвечать. То есть нельзя ему плюнуть в ответ. Нельзя ему сказать «Ах ты ж поросенок некошерный». Ты вытираешь слюни, сопли и говоришь «Я верю в него». И тебе тоже в него надо поверить. И знаете, очень интересно, что порою это как-то работает. И люди не могут понять, у них реакция. Они знают, знаете, что если надо что-то было в ответ. Если ты послал, то тебя послали. Только ты послаешь его Господу, а он тебя посылает немножко в другое место, куда дойти невозможно. И вот получается история такая, что Леон вышел проповедовать благую весть своему народу. Его побили. Леон, конечно, пришел домой. Жена, конечно, была в радостном удивлении. Итак, и она сказала так. Это будет для нас предупреждением против гордости и напоминанием о том, что мудрые никогда не должны хвалиться своей мудростью и сильной своей силою. И что ничего не может быть достигнуто без Господа. Потому что он вышел, зная, у него был большой запас знаний. Он знал, что говорить, как говорить. Но помните, я вам говорил, что Дух Святой, Господь, руаха кодыш, Он дает нам силу. Он дает нам силу говорить и благовествовать. Ибо слово написано, что Ибо Евангелие, благая весть, что есть, сила Божья ко спасению. Во-первых, Иудею, потом Эллину. Понимаете меня? То есть знания нужны, важны. И, как я говорил на первых уроках, вы должны учиться. Если вы хотите узнать Израиль, читайте книги о евреях. Смотрите фильмы о евреях. Читайте книги, которые написали евреи. Следите за новостями Израиля. Но не забывайте, что без Господа знания, а не просто знания. Знания надбивают. И вот, что происходит дальше. Первый плод. Я, наверное, пропущу. Я вам хочу сказать, что первым плодом их служения была сестра Фани Розенберг, Елена Вайман. Которая в будущем тоже стала миссионером, шляхим. И она служила в Балканских странах, в Югостанах, Югославии. Она служила потом, опять же, в России. Она служила на Украине. Она служила в Великобритании. И закончила свой жизненный путь в 60 лет в Хайфе, в хосписе, где были старые евреи, верующие в Христа. Который, кстати, построил Леон Розенберг. Для того, чтобы они могли почить старости. Понимаете? Хорошо. Итак, а вот уже после этого наш уважаемый Леон Розенберг едет куда? В Одессу. Это очень интересный момент. Помните, мы говорили с вами про черту оседлости? Мы говорили с вами, что были определенные запреты для евреев. Но самое интересное, что в Польше была какая-то легкая, ну как бы была немножко свобода. Почему? Потому что Польша была католической страной. И она была присоединена к Российской империи. Так же самое прибалтийские страны были присоединены. Они были лютеранскими странами. Но монополию на проповедь Евангелия в Российской империи имела только православная церковь. Понимаете, да? Я вам скажу даже больше, что если вы проповедовали, например, человеку. Вы, например, я не знаю кто, скажем, баптист. И вы проповедуете человеку, и человек кается, вас двоих могут отправить на каторгу. Просто отправить на каторгу. И первые евангельские верующие, они проходили путь каторги. Их просто отправляли на каторги. Но, смотрите, были, конечно, Господь давал свои лазейки. Он давал свои возможности достигнуть людей. И что получалось? Лютеранская миссия, например, англиканская миссия, они могли основывать миссии и проповедовать Ишуа. И помните, мы говорили о том, что люди принимали Ишуа, они становились частью этих церквей. Англиканской церкви, да? Или лютеранской церкви. Но миссия Мелдмей и Уилкинсон, который возглавлял эту миссию, они нашли очень интересную лазейку. Смотрите, проповедовать было нельзя. Но продавать Библии было можно. Можно было продавать литературу духовную. Понимаете? На идыше, на иврите, на русском нельзя, потому что это привилегия только православной церкви. А вот на языках вот таких можно продавать. На английском можно продавать Библию, на французском можно. Что они начинают делать? Они начинают организовывать так называемое депо. Депо – это место, где книжные лавки. То есть они приезжают, все началось в городе Вильно. И что произошло? Они приезжают туда и говорят, мы хотим открыть торговлю Библиями. Говорят, ну хорошо, вам надо разрешение. В России было такое библейское общество по распространению священных писаний. Они могли распространять. То есть они становились членами этих обществ. И они могли спокойно тогда открывать магазины и продавать Библии. Ну что, и вы понимаете, что когда в городе, например, в Вильно, где было половину евреев почти 60%, открывается магазин торгующей духовной литературой, в которой продается Новый Завет, возникают вопросы. Люди приходят и говорят, а что вы продаете? Они говорят, а мы продаем книгу о Иисусе, о Ишуа. А Ишуа, он такой, он делал вот это. А он исполнение… То есть получалось, что вроде бы реклама, а на деле проповедь Евангелия. Вроде бы реклама, а на деле проповедь. И таким образом они начинали достигать людей. Потому что миссия Милдмей, она была независимой миссией. То есть они могли, ну как бы им не диктовали условия, что они должны делать церковь, ну какая-то церковная политика. Они могли искать наибольшую, подходящую, ну такой, ну как называется, по-украински. Они могли найти просто такой выбор, такую позицию, такое направление, в котором они были бы наиболее успешны. Маркетинг такой, знаете, современный язык, маркетинговый ход. Итак, смотрите, что происходит, когда Леон Розенберг приезжает в Одессу. Он приезжает в Одессу в 1903 году. И на перроне его встречает отставной раввин по имени Хайм Гурланд. Это имя мы слышали с вами, когда мы говорили о Рабиновиче. Он был раввином, кстати, тоже Гурланд был раввином. Он был раввином, который в какой-то момент просто перестал, ну, знаете, вот не мое призвание, он оставил, потому что он не был уверен в себе. Он оставил свое служение, и он познакомился с Фалкиным вот этим пастором, который был в Кишиневе, который был вот этой лютеранская миссия. И он искренне уверовал. Он уверовал, он принял покрещение, он прошел обучение. Он был пастором и церковным служителем в Прибалтике. И такая город Митава. Митава, он был там пастором, и самое интересное, что у него были проблемы, потому что он не мог не проповедовать евреям. А как бы политика такая, в миссии ты можешь проповедовать, а в церкви ты не можешь проповедовать. То есть занимайся своими делами, у тебя есть дела, занимайся, но он не мог проповедовать. И поэтому, ну, он был, его опять же, его любила паства, его очень любила паства. Но в конечном итоге у него были проблемы со здоровьем, и он переезжает в город Одессу. Он переезжает в город Одессу тогда, когда умирает Робинович, Иосиф Робинович. И вы помните, да, не было преемника, и часть евреев его общины уехала вместе с Горландом в Одессу. Поэтому, когда уже Горланд, когда Леон Розенберг приехал в Одессу, там было уже два течения евреев, верующих в Христа. Первое, это продолжатели Робиновича, общины израильтян Нового Завета. А второе, это продолжатели, это интересное течение, о котором мы поговорим завтра. Это были евреи, которые велели в Иисуса, но продолжали оставаться в синагогах. То есть они продолжали вести еврейский образ жизни, соблюдать кашерут. Но они были в синагогах, и в конце молитвы они просто говорили, «Большая Мишула Хамаши», быстро, чтобы никто не услышал. А потом они собирались раз в неделю по домам, как домашние группы, где они читали Писание, читали Новые Заветы, общались между собой. Это очень интересное движение, о котором мы поговорим завтра. Но встречает его этот человек, Айм Горланд, который уже на самом деле был стареньким и был болен. Ну, знаете, как старый человек. Но он делал все возможное, чтобы достигать евреев города. И у него были успехи. И они решили попробовать вот эту... Давайте я зачитаю вам сейчас то, что говорил сам Леон Розенберг. Мы сделаем перерыв и потом продолжим. Леон Розенберг. Из отчета Розенберга на еврейско-христианской конференции в Англии, в Великобритании, 1931 год. Я приехал в Одессу, вот это дивный портовый город на берегу Черного моря в 1903 году. Вскоре после диких кровавых погромов в Кишиневе, в Одессе проживало тогда четверть миллиона евреев, подвергаемых всеобщей санкционированной правительством ненависти и ограничениям. Условия, в которые я попал, были крайне подавляющими. Антисемитизм свирепствовал повсюду. Хотя евреи не занимали тогда руководящих постов ни в коммерции, ни в политике. Они были презираемы и ненавидимы. И в этой травле приобретал религиозный элемент страны. В церквях и школах учителя и священники внедряли в души молодых и старых дух мести за распятие Христа. То есть он приехал в город, который был пропитан антисемитизмом. То есть всегда виноваты евреи. Почему? Потому что они плохо живем. Потому что это евреи. Почему все происходит? Потому что они Христа распяли. Ну то есть мы говорили, помните, о выхлопе, о козле отпущении, о вот этой, ну как это называется, когда в воровых машинах стоит клапан, когда достигает критическая такая точка, идет выход, да? И вы помните, что это было время какое-то, это был 1903 год. Как раз в России началось, в Российской империи было очень сильное революционное движение, очень сильные такие анархистские порывы, террористические организации, убивали всяких чиновников. И поэтому был даже, ну как бы, издан негласный декрет полиции, которые постарались перенаправлять на, ну, на евреев. Кто революционеры? Евреи. Кто евреи? Кто банкиры? Евреи. Кто евреи? И поэтому Леон Розенберг приехал в город, в котором ему еще предстоит сказать свое слово. Розенберг приезжает в Одессу. Он встречается с пастором Гурландом, они начинают, они имеют общение, но я хочу сказать, что еще магазина не было. Магазин появился позже. И получается, что в то время, когда он, ну, они начинают вот это общение, они начинают служение, проходит какое-то время, Леон Розенберг приезжает без семьи еще. Его семья остается еще в Польше. Но получается так, что ребенок умирает, у него рождается сын, и этот сын умирает. И Розенберг возвращается обратно в Польшу. Но, в чем интересная картина, в это время Гурланд начинает продвижение этого книжного магазина. Они были все представители миссии Мелудмей, то есть у них уже была стратегия, тактика, да. То есть, заметьте, я хочу вам просто сделать такое маленькое замечание. Смотрите, иногда мы говорим, Бог мне сказал что-то делать, да. И мы говорим, ну да, Бог нам что-то сказал делать. Но Моисею, когда Бог говорил что-то делать, он ему показывал что делать и говорил как, да. То есть, он ему показал скинь и говорит, вот это и вот это делай, и вот так, и я дам тебе вот это, и то, что вверху ты увидишь, делай то же самое на земле, правильно. И то же самое, когда они ехали уже с миссией, у них уже было понимание, что они должны делать и как они должны были двигаться. Что из этого выросло, мы поговорим позже. Но, что делает пастор Рудольф Герман Гурланд? Он пишет прошение на имя, на имя Одесского городоначальника. Я вам хочу сказать, конечно, мне приятно, что я нашел это именно послание, написанное рукой Гурланда в нашем Одесском архиве. Я там проводил некоторое время, искал документы о касательно миссианского движения в Одессе. Я нашел это прошение, которое было подписано этим городоначальником. Я его зачитаю. Его превосходительство господину Одесскому городоначальнику, от проживающего в Одессе по Спиридоновской улице, знаете, где Спиридоновская улица, в доме номер 7, бывшего проповедника Митарской церкви Святой Троицы Рудольфа Германа Гурланда, состоящего членом общества по распространению священных писаний в России. Желаю открыть в Одессе, при квартире моей, на Спиридоновской улице 7, книжный магазин, исключительно для продажи книг Ветхого и Нового Завета на всех европейских языках, а также на еврейском языке. Имея честь покорнейше просить ваше превосходительство, а выточи мне надлежащего разрешения. Пастор Рудольф Германт Гурланд. И красным карандашом было так на искусство написано. Разрешить. С этого начинается наша история. Возвращается уже сюда Розенберг со своей семьей. Они открывают магазин, и на этом магазине написано «Склад библейских книг». Там такое большое было окно, и в ней лежала Библия, открытая, большая Библия. И каждый раз до этой Библии были определенные страницы открыты и подчеркнуты места. И евреи проходили, останавливались и читали. Ну, не было же такого интернета, телевизора. То есть, а тут спокойно, можно подойти и почитать. И, конечно, сталкивались большие, ну, люди приходили, они говорили, что ж тут происходит, что ж тут интересного. Однажды даже была такая история, что один еврей, ну, как бы, прочитал историю Адзакхея, который сидел на, залез на дерево, чтобы увидеть Ишуха, и о продолжении было на другой странице. Он зашел в магазин и говорит, переверните, хочу дочитать. Ну, это реально, он переворачивает. И, конечно, смотрите, самое интересное, что происходило. У них было общение, да? Вы помните, мы говорили, что важно свидетельство. Мы должны свидетельствовать, не бояться свидетельствовать, да? И вот этот еврей, который на улицах Варшавы свидетельствовал нашему другу Розенбергу, он достиг своей цели, да? Господь дошел, докоснулся сердца Леона. И то же самое происходит в другом. Мы можем говорить людям о Ишуа. Например, мы проводим спектакль, да? Делаем спектакль, приходим, приглашаем евреев. Они приходят, смотрят, они говорят, как классно. И в этот момент мы можем с ними начинать беседовать. И это касается сердец людей. И люди начинают открываться, да? То же самое происходило с Розенбергом. Смотрите, что происходит. Люди начинают, задают вопросы. И что они делают? Они начинают приглашать их на личные встречи, да? Они начинают между собой иметь общение, они начинают иметь какие-то разговоры и начинают собирать группы. Но вы помните, да, что в России это запрещено. И они начинают проводить тайные встречи по изучению Писания. Смотрите, один за другим эти тайные искатели, кроме этого, Леон и Фанни проводили встречи на дому, библейские группы, для изучения Нового Завета и общения. Один за другим эти тайные искатели истины, то есть Никодимы, которые хотели узнать, что же там было, изъявляли желание глубже изучать Библию и начинали собираться, выделяя один час, посвященный исключительно изучению и обсуждению Божьего Слова вообще и пророчеств о Мессии в частности. На первый такой урок пришли только три еврея со своеобразными фамилиями. Кудашевич, Пидц и Эбин. Самое интересное, что в будущем Кудашевич будет пастором, когда уже Розенберга из России коммунистические власти турнут, именно Кудашевич станет пастором этой общины до 31-го года. Он будет здесь управлять, он будет влаживать, отвать свою жизнь за эту общину. И вы заметите, как интересно, да? На первое служение пришел человек, который в будущем будет продолжателем дела Розенберга. Проблема Рабиновича, вы помните, да, какая была? Он не воспитал преемника, он не воспитал учеников, которые бы продолжили. У него он делал все сам, он тянул все сам. Очень часто мы сами все делаем. Но проблема в том, что когда мы это все делаем, у нас потом, нас не станет и наше дело перестанет делаться. Поэтому очень важно нам поднимать учеников. Ишо поднимал учеников, и он когда сказал, идите до края земли, что? Проповедуйте Евангелие, буквальный перевод, делайте себе учеников. Делайте учеников таких, как вы. Хорошо. Итак, они начали собираться. И, конечно, что происходит дальше? Царские власти начинают их преследовать. Они начинают подсылать к ним шпионов, чтобы их поймать. Но Бог давал такую возможность, что просто, ну как-то так получалось, что, ну в книге описано это, что приходит, например, человек и говорит, здравствуйте, братья. Он, здравствуйте, говорит, а вы правда вот библейский магазин библейских книг? Да. А вот я ваш брат, а можно я с вами побуду? Он говорит, да у нас день рождения, садитесь с нами. Они садятся, он садится и начинает. А что вы скажете вот об этой главе Писания? Они говорят, да у нас день рождения. Какое глава Писания? Мы просто кушаем, радуемся. Тот, короче, попьет чаю и уходит. И после этого они начинают уже беседовать о Писании, понимаете, да? Бог давал мудрость, Он давал дух различия, они видели людей. Что происходит дальше? А дальше происходит революция 1905 года в Российской империи, да? Это было поражение в русско-японской войне. Народ вырвался на улицы, начались баррикады. И что же произошло, как положено, в такие знаменательные события? Погром. В Одессе был погром. Еврейский погром. В те опасные дни политического хаоса еврейское население Одессы подвергалось жесточайшему нападению со стороны хорошо организованной и вооруженной толпы. В первый день православной Пасхи полиция была тайно отузвана с улиц, и евреи были объявлены вне закона. Это было безмолвным зеленым светом, слепому необузданному грабежу, ставшему известному во все последующие времена под названием погром. Дом Розенберга выходил окнами на Кузнечную улицу в самом центре еврейского района. Из окон можно было с ужасом наблюдать, как озверелая толпа с крестом в одной руке и молотком, или топором в другой, взломала двери еврейских домов, магазинов и грабила все, что в них было. Они убивали людей. И там он описывает о том, что он шел по улицам, уже когда три дня бушевало это все, это было на Молдаванке. Вот вы понимаете, где Молдаванка, вы знаете где. И они рванулись вот сюда, на Новый рынок. А с Нового рынка они пошли на нашу центральную улицу, на Дерибасовскую. И там они начали громить магазины, начали убивать людей. И три дня практически это было безнаказанно. Потом вели войска, казаки. Но что описывает Розенберг? Я, наверное, не хотел это зачитывать, но я вам зачитаю. Это нужно знать. Мы живем в Одессе. Сейчас. Так. Возвращаясь домой, Леон услыхал, что во дворе местной еврейской больницы, то есть еврейская больница, которая находится, вы знаете, где, находятся тысячи беженцев, мужчин, женщин и детей, едва спавшихся от рук убийц. Он подчался в этот двор и увидел ужасную сцену. Голодные, напуганные, дрожащие отцы и матери и дети сидели и лежали прямо на земле. Громкий плач по погибшим родным поднимался к небу. Некоторые молчали от цепы, не в отчаянии и шока. У других были заметны явные признаки умственного расстройства. Например, одна женщина с растрепленными волосами и безумным взглядом кричала и плясала, а ее маленькая девочка ловила и заподал платье и кричала «Мама! Мама!». Но мама ничего не слышала и не видела и продолжала свою безумную пляску, кружась и подпрыгивая. Позже ли он узнал, что у нее на глазах был убит ее муж и были изнасилованы, а потом убиты две ее молоденькие дочери. Двое ее маленьких деток были свидетелями кровавого события, ставшего причиной упомрачения их матери. Увидав так много горя, пастор Розенберг едва ли мог от души радоваться своему чудесному избавлению. То есть он увидел то, что происходило. Я вам хочу сказать, что, чтобы похвалить, многие православные христиане, католики, лютеране, они прятали евреев. Они просто прятали евреев в своих домах, потому что, например, выставляли православные на окна иконы и погромщики проходили мимо. Но у них были списки, они знали, кто где живет. Послушайте, это Одесса. Они знали, что в этом доме живет тот, в этом доме живут те. И просто это было организовано. Это было просто организовано царским правительством, царской охранкой, вот это мероприятие, чтобы сбить вот этот протестный настрой населения, чтобы вот погромят, и какая уже революция будет нужна. Но Леон Розенберг тоже прятал в своем доме евреев. Он прятал евреев, и многие верующие, и вот этот брат Кудешевич, он свидетельствовал, он жил в Молдаванке, в самом центре, что Бог хранил его семью. И когда к нему ворвались погромщики, местные эти соседи, они выбегали и кричали, это не трогай, это христианин, его нельзя трогать. Он говорит, да у него жидовская морда. Ну, простите, кто будет смотреть. Но они говорили, он христианин в душе, не трогайте его. И Бог просто чудесным способом избавлял. Сам Леон Розенберг свидетель, что однажды в трамвае, когда он ехал, к нему подошел один человек и вставил ему в рот пистолет. И он говорит, ну типа, я тебя убью. И он говорит, можно я помолюсь Господу перед тем, как ты меня убьешь? И он начал молиться. Господь, прости этого человека во имя Иисуса. И тот говорит, разве ты что, христианин? Он говорит, да, я христианин. И, в общем, тот пытался, ну, в общем, пистолет не выстрелил. Он нажал на курок, пистолет не выстрелил. И тот говорит, ну ладно, живи, и ушел. Вот такая была история. И после этого, что начинает делать Леон Розенберг? Он открывает свой дом. К этому времени, хочу сказать, что уже пастор Гурланд, он ушел Господу, он ушел в Вечность. И получается, что он оставил свою квартиру вот на Кузнечной улице Розенбергу. И когда они начали заниматься, то есть они начали просто брать людей с улицы и кормить их, евреев, которые были разгромлены. Ну, представьте, в ваш дом разгромили, у вас ничего не осталось, ни еды, ничего. Дома это пустые окна, выбитые двери. Ну, он брал этих людей, приводил их в свой дом. И все, что у него было, он отдавал их, он кормил их. И потихонечку как-то люди начали, ну, вокруг него начали организовываться какая-то группа людей. Да, мы помним, три человека было, Кудашевич, да. И самое интересное, что в 1905 году царская власть, ну, царь, испуганный вот этим большим, вот этим революционным движением, он издал закон, разрешающий закон совести. То есть он разрешил политические партии и свободу вероисповедания. То есть теперь уже можно было, не боясь, проповедовать. То есть он и что начал делать Розенберг? Он начал просто проповедовать. И вокруг него начала образовываться группа евреев. Вначале небольшая, а потом все больше и больше. Смотрите. Он подал документы, и их официально, эту общину, официально зарегистрировали. То есть опять же, как с историей Рабиновичем, его общину зарегистрировали. У него появились права. То есть он мог делать какие-то вещи, которые нелегально он бы не смог сделать. И что происходило в этом случае? Они начали, открыли школу для детей-сирот и дом престарелых. То есть Розенберг, скажем так, знаете, мы говорим сейчас, у нас социальная работа пошла. Мы там служим сиротам, мы служим пожилым людям. То есть эта работа была уже тогда у него. Он просто увидел. Он увидел, что детям, евреям, еврейским детям, сиротам просто никуда идти. И он организовал школу. И приехал немец по фамилии Геринг. Интересная фамилия, да? Геринг. В нацистской Германии был маршал авиации. Кстати, я хочу сказать, что родной брат Геринга, нацистского преступника, спасал евреев. В противоположность своему брату. И он даже является праведником мира в Ятвашеме. Ему дали праведника мира. То есть когда его брат занимался войной, он просто спасал евреев. Итак, этот Геринг, он стал учителем в этой школе. То есть они организовали школу. Они организовали дом престарелых. То есть потому что люди, пожилые евреи, опять же, вы понимаете, я прихожу, приходит опять же какой-нибудь Ицик домой, старый дедушка, и говорит детям, Я стал верить в Ишуа, в Иисуса. И родные его выкидывали на улицу. Это было так, а так, а так, а так было, поймите. И что делал? Они собирали пожертвования. Были вот эти миссии с других стран. Они какие-то находили деньги. Они покупали, купили здание. И там был дом. Они снимали комнаты, в которых эти старики жили. За ними они ухаживали. Ну, понимаете, да? Дом престарелых. Что происходило дальше? Они, помните стратегию миссий? Они учили людей ремеслом, да? Чтобы они могли зарабатывать на жизнь. То же самое происходило с Розенбергом. Послушайте, однажды к нему пришел человек и говорит, ты, пастор Розенберг, еврей? Он говорит, да. Он достает ему пистолет и говорит, помоги мне. Я устал жить такой жизнью, которой я живу. Дело в том, что мои друзья бандиты. И я с ними стал бандитом. Но я не хочу жить такой жизнью. Я слышал, что ты пастор, ты христианин, ты еврей. Я еврей. Помоги мне сойти с этой пути. Он направил на него пистолет и говорит, помоги мне. Ну и Розенберг говорит, у меня ничего нет. Достает из кармана кошелек и говорит, вот все, что у меня есть, завезми, живи. Он говорит, мне не нужны твои деньги. Купи мне сапожное оборудование, ну, чтобы делать сапоги. У меня есть приятель, он обещал мне научить этому. И платите мне два месяца квартиру, чтобы я мог жить. А потом я буду зарабатывать сам. Я не буду больше заниматься бандитизмом, грабежом. Помоги мне. И Розенберг говорит в своем дневнике. Первый раз в своей жизни я видел человека, который приходил изменять свою жизнь с пистолетом. И этот человек потом, он сделал так, как попросил этот человек. Этот человек стал членом общины вот этой, которая была. Она называлась Первая еврейская христианская церковь. Или еще, она по-другому называлась Церковь евреев-евангелистов. И он женился на хорошей девушке. У них была прекрасная семья. Но Розенберг увидел в этом случае, что таким образом он может помочь многим людям состояться. Что они, ну понимаете, и они открыли такую мастерскую, где они учили людей разным профессиям, чтобы люди могли, уверовав в Ешоа, поддерживать свою жизнь. Что происходило дальше? И они открыли, скажем так, бесплатную столовую. Чайная, это назвалось чайная. Там стоял самовар, приходили люди, им давали какую-то еду, они пили чай. То есть, вы заметите, какую социальную работу начал делать этот человек. Спустя 10 лет, в 1913 году, потому что, считают, от дня приезда Розенберга в Одессу, община провела свое десятилетие. Я вам зачитаю, это очень интересно. Сейчас, секундочку, где мы писали. Эвенезер. 1913 год. Первая еврейская христианская община решила отпраздновать свое десятилетие, считая дни, от дня образования маленького собрания в доме Иллиона и Фанни Розенберг, еще до погрома и до официальной регистрации этого собрания как первой еврейской христианской евангельской общины. «Пробуждением было желание возблагодарить Господа за то, что Он почтил первоначальный завет группы верных братьев и их целью начать служение Благой Вести Ишуа среди евреев Одессы». Итак, они поспользовались тем, что пастор был в отъезде, и устроили ему большой праздник. Когда он приехал туда, они сделали просто грандиозный концерт. То есть, к этому мы подойдем. Розенберг, Бог давал ему таких людей, которые, вот как Геринг, он начинал школу, да, и он дал ему одного человека по имени Леон Авербах. Леон Авербах и Леон Яковлевич, или как он был, опять же, свидетельствием на крещение, он был прозван Лейб Исраэль Авербух. А так, как бы, он записал себя в будущем Лев Яковлевич Авербах. Кстати, этот человек, который продолжил дело Рабиновича в Кишиневе, и с 1921 года по 1938 год он вел работу в еврейскую работу в Кишиневе, и была большая община еврейская, и в других городах Бессарабии тоже была благодаря этому работа. Поэтому, скажем, Одесса является таким местом, откуда поднимались кадры и шли, и распространяли благую весть. Это очень хорошее место. Это очень благословенное место. Итак, смотрите, что происходит там. Они организовали хор, и был хороший хор, они пригласили другие церкви. Вы помните, да, что еврейское мессианское служение, да, одно из таких черт, это единство церкви, да, единство служений разных. Лютеране, баптисты, там, ангелькане, они пришли на этот праздник, чтобы поздравить вместе с еврейскими братьями, возблагодарить Господа. Приехали верующие из других городов, и это был большой-большой праздник. И на этот праздник им подарил, ну, я не знаю, как это получилось, но тут написано, что в одном из запечатанных конвертов пастор Розенберг нашел чек на 10 тысяч русских рублей. То есть по тем временам 10 тысяч русских рублей, это была гигантская сумма, чтобы вы понимали. И они купили собственное здание. То есть на Кузнечной было здание, там, сейчас этого здания нет, у них был зал свой. Зал, в котором они проводили служение, который принадлежал им. Кроме того, библейского магазина, ну, то есть у них было что-то на 50 тысяч рублей золотом, имущество у этого, у еврейской, этой христианской общины. Смотрите, что они начали делать дальше Розенберг. Розенберг начал делать интересный момент. Он организовал библейскую школу. Ну, вроде бы МДЖБИ такой. И воспитанники, воспитанники пастора Розенберга, они начинали в будущем еврейские общины в других городах. Я вам хочу сказать официально, что в Киеве, в Киеве, то есть была начата община, она была в 1917 году начата, но работа была начата еще где-то с 1912 года, ну, с 1913 года, и это был Петр Городич, фамилия такая Городич. И я потом могу вам о нем рассказать, но сама идея. Община просто существовала там до 1927 года. Потом община была в Днепропетровске, тогда это назывался Екатеринослав. То есть там был пастор, Смолер его звали, Смоляр. Работа велась в городе Луцке, в родном городе Льва-Авербаха. Он там служил, он туда ездил, он там проводил служение. И в Кишиневе, Леон Розенберг ездил в Кишинев, пытался начинать продолжать это служение, ну, то, которое было у Рабиновича. Но дело в том, что ему там не дали разрешения на проведение богослужения. То есть ему дали на одноразовое, на одну, на две лекции, на одно служение, на два. Но на постоянную работу ему не дали разрешения. Поэтому работу вели там баптисты. Баптистская церковь, в которой были евреи, верующие в Мессию. Чтобы вы понимали. Итак, что происходит дальше? Смотрите. Община имела собственный молитвенный зал по улице Кузнечной 7. Улица Кузнечная 7, угол. Этого здания уже нет. Во время войны его разрушила бомба. Издавал брошюры. Кстати, у нас есть эта брошюра этой общины, в которой описана история общины, в которой описаны люди, кто в ней служил, вероисповедание, во что они верят. То есть у нас есть эта брошюрка. Если потом как-то я вам принесу, посмотрите. Смотрим дальше, что они делали. А потом, самое интересное, они разработали свой песенник. 150 песен. Они написали 150 песен на идыш и на еврите. То есть у них были свои песни. Вот как у нас в проставлении, у них был хор, у них был струнный оркестр, они пели. То есть вы понимаете, что это начинало привлекать многих евреев к этому. Потому что это было наведение такое, новшество, понимаете. И они проводили служение в субботу. Это называлось призывное служение, то есть евангелизационное. И воскресенье утром, когда община собиралась, чтобы праздновать воскресенье Иешуа, воскресенье Мессии. Кроме того, они праздновали праздники Господни, Песох. Причем Песох они праздновали как Пасху, так и Песох. То есть они праздновали Рождество и Хануку. То есть они праздновали и христианские, и еврейские праздники. Богослужение велось на иврите и на идыш. И самое интересное, что пастор Розенберг, он проповедовал на основе, то есть вначале читалось всегда, в начале служения, вот начиналось служение, песни пели, там как у нас, читались молитвы, и потом читалась недельная глава Торы. То есть вот эта недельная глава, которая была на эту неделю, она зачитывалась, и потом пастор Розенберг давал объяснение, комментарии, и давал уже саму проповедь. Понимаете, да? Вы видите, как это вообще он принадлежал, себя считал баптистскому проповедию, ну как бы принадлежащему баптистскому братству. Но мы видим на лицо, что эта баптистская община, она выглядела, скажем, как классическая мессианская община сегодня. Хорошо, давайте мы посмотрим дальше. После этого, вы помните, началась Первая мировая война. И когда началась Первая мировая война, что произошло? Поднялась, конечно, массовая истерия. Ну знаете, мы наш, как это называется, враг не пройдет, мы победим, ура! Кто ты? Протестант. Ага, немецкий кайзер протестант. Значит, он кто? Если российский император глава всех православных, то и германский кайзер протестант глава всех протестантов. Значит, все протестанты кто? Враги и шпионы. Поэтому их берут и просто ссылают в Сибирь. Отправляют в Сибирь поездами, этапами, потому что, ну, они же шпионы. Но за Розенберга вступилися. То есть, просто служение Розенбергу было таким уникальным и интересным, что он был очень, ну, как бы, известной личностью. И в Санкт-Петербурге были такие, если вы знаете историю христианства, там были многие, ну, как бы, вообще пробуждения российского, вот, ну, как бы, баптизма, евангелизма, они начинались в высших кругах. Был такой граф Палин, он был сенатором, он был очень известной личностью, и он принял Ешо, и он стал, ну, верующим. И вот он заступился, он пошел ходатайствовать перед царем за Розенберга. И получилось так, что ему поверили, и Розенберга вернули назад. Его вернули назад, в Одессу. Но дело в том, что к этому времени у них конфисковали все имущество. Забрали, реквизировали для нужд армии. То есть на Кузничной всем начали проходить, госпиталь открыли, ну, понимаете, да? То есть все, что у них было, у них забрали, просто не стало. Но это не остановило Розенберга. Он пришел к этому генерал-губернатору и попросил у него разрешение открыть чайный для беженцев и жертв войны. То есть и в будущем этот Петр Городичко, о котором мы говорили, он начинал с того, что он тоже открывал вот эти чайные, потому что Леон Розенберг получил разрешение и благодаря этому его, как бы скажем, ученики, последователи получили это же разрешение. Они открывали просто благотворительные чайные и какие-то там общества и они начинали проповедовать там другую весть. И в Киеве, в Киеве из пяти человек община выросла там что-то до двухсот человек. Они выпускали свою газету, они тоже потом были официально зарегистрированы, они выпускали газету, они проводили служение. Но это другая тема разговора. Итак, община не перестала существовать, она продолжала рост. Даже несмотря на вот такие, были запрещены опять же собрания, но Розенберг мог проводить эти собрания. И опять же, немцев начали, понимаете, эти же враги, и немцев начали просто преследовать. И Розенберг начал служить немецким евреем, ну не евреем, а именно немцем. Он, понимаете, идыш очень похож на немецкий. И они понимали. И он просто ездил, проповедовал, потому что нельзя было проповедовать в немецких церквях. Он приезжал, проповедовал на немецком языке. И началась уже революция, да? Смотрите, началась 18-й год, Октябрьский переворот, и начинается, начинается, что мы называем, гражданская война. Когда сюда уже в Одессу пришли к власти, ну как бы советы, он был, посмотрите, он был пастором, миссионером, директором миссии миссионерской школы, президентом всех евангельских групп на Юго-России, аккредитованный агентом American Raleigh Association, при тогдашнем директоре этой ассоциации и будущем президенте США Геберте Гувере, уполновочный руководитель распределением помощи среди евангельских и баптистских церквей, окружных областей. То есть, он был человеком, ну, очень важным и ключевым вообще в христианском мире. Что происходило дальше? Конечно, для коммунистов, для большевиков он был жалом во плоти. Он был, ну, за которым шли люди. И поэтому его в 21-м году арестовали и приговорили к смерти. Но Бог вступил, вступился за него. И в 22-м году его обменяли на двух коммунистов и выслали со страны. Просто выгнали со страны. И вот тут начинается второй этап, о котором мы будем говорить, польский этап. Я хочу отметить важный момент. Он потерял все. Он был успешным человеком, он приехал, он построил общину, он построил сообщество, которое было жизнеспособное, которое начинало другие общины в других городах. Но наступил момент, когда он потерял все. Знаете, в таких случаях мы очень часто опускаем руки. Очень часто мы, ну, мы начинаем искать виноватых. Помните, когда нас учил Витя здесь, он говорил, что болезнь, очень часто мы говорим за что? Не почему, для чего, а именно за что? И Розенберг, наверное, знал эту еврейскую мудрость, поэтому он понял, для чего Господь. И он приезжает в Польшу. В Польшу, вначале они приехали в Германию, в Франкланд на Майне, и они начали новое служение под названием «Друзья Израиля». Он начинал, вот эта миссия, «Свет на Востоке», знаете, он тоже был одним из начинателей этой миссии, «Свет на Востоке». Он читал лекции, проводил уроки в библейских школах, но потом у него был конфликт с этой лютеранской миссией, которая вот эта «Друзья Израиля», потому что Розенберг настаивал на крещении, осознанном крещении, то есть как бы, ну, взрослый человек понимает, он принимает крещение, а они настаивали на крещении младенцев. И из-за этого они разошлись, и он приезжает в Польшу. В 1927 году он основывает миссию «Вефиль» в Польше. Смотрите, это был город Лодзь. Лодзь – это был промышленный город, большой промышленный город. Но как в то время в Польше, ну, как бы, они начинали просто опять с нуля. Он приехал с семьей, с ним даже не приехали его помощники. Кудашевич, он остался в России, Смолер остался в России, Петр Городич остался в России, то есть они продолжали служение. А он приехал практически один. С ним, по-моему, был только, был зять его, который, ну, зять – это, ну, дочери его, муж, да, который помогал им. И все. Они начали эту миссию в «Вефиле», и в то время был экономический кризис. И они нашли сгоревшее здание, фабрики, на улице Поворот. Самое интересное, что Поворот – это улица, называется, ну, на русском, это обращение. А на иврите Твила, ну, Тшува, да, это то же самое – обращение. То есть обратиться, Твила. И вот это, они находят на улице, на ворот это здание, и оказывается, что хозяин его, лютеранин, верующий, ну, как бы, верующий человек, ну, просто получилось, что здание сгорело, а денег поднять его нету. И тем более, что издали указ, чтобы перенести эти, ну, из центра города, здание, фабрик за город. Ну, понимаете, да, как у нас промышленные зоны. И он был рад продать, ну, даже не продал, он практически подарил это здание Розенбергу. Он практически подарил. И они начали служение. Смотрите, они начали служение, и, конечно, они взяли за макет этот служение в Одессе. Служения проходили в субботу и воскресенье. Они начали открывать библейскую школу, они открыли большую детскую библейскую школу по воскресеньям. И спустя некоторое время они купили дом и открыли там еврейский сиротский дом в поселке Еленовка. В 30-м году розенги ориентировали, смотрите, в 30-м году община начала расти. То есть, вы должны понять, что во времена вот таких потрясений, во времена потрясений, во времена, когда разрушаются идеалы, люди ищут Бога. То есть, еврейская молодежь была разочарована в религии, в иудаизме. Еврейская молодежь была разочарована в социализме, потому что они видели, к чему это привело, в большевизме, потому что они видели кровь. И тогда Бог обратил их внимание на христианство, на Ишуа. Когда появился Розенберг, который начал преподносить еврейское христианство как еврейскую веру в еврейском контексте, и Ишуа стал не Иисусом, помните, как мы вчера говорили, каким-то тем Иисусом, чужим, для чужих народов, родным Ишуа, они потянулись в общину. Многие дети приходили в эти библейские школы, и через них родители приходили, понимаете. они начали проводить новшества, ну как новшества, это на самом деле новшества, домашние группы, вот эти домашние встречи, в которых они обсуждали Писание, в которых они имели общение, понимаете. То есть, это было немножко другая, ну, другие домашние группы, чем в наше время, но они были чем-то похожи. Смотрите, и что происходит дальше? Они отправляют миссионеров, они начинают библейскую школу, опять же, они поднимают шляхи, они посланников, они едут в город Пинск, в Белоруссии, потому что Пинск тоже тогда уже был частью Польши, и в Луцк. И они там начинают работу, служение. И так как они еще сотрудничают с миссией вот этой Мэлдмэй, да, миссия для евреев, они им дают возможность, как бы, то есть, ну, это хорошо, когда у нас есть помощники, у нас есть соработники, братские общины, братские служения, братские миссии, мы можем сделать гораздо больше, понимаете, потому что очень часто бывает так, что мы бьемся, знаете, из-за людей, это наш, это не наш, но когда мы все вместе имеем общую цель, предназначение, мы можем строить, мы можем строить что-то новое, не похожее ни на что. Смотрите, я буду, я хочу вам зачитать свидетельство пастора Арнольда Франко, который, помните, крестил его, да, он всю жизнь был духовным отцом Леона Розенберга, и он пишет, и он говорит о том, что происходило в этой миссии. Я прибыл в Вось в субботу и был встречен работниками миссии, которые отвезли меня к прекрасному зданию миссии в Эфиль на улице наоборот. Благослужения проходили по субботам ради евреев, которые были свободны в эти дни от работы и могли посещать собрания, если не того желали. В большом зале было человек 130. Воспитанные в синагогах они не привыкли сидеть тихо и слушать внимательно, но здесь им по неволе приходило застрять сирене и слух. Я проповедовал первым, а после меня за кафедру стал пастор Розенберг и произнес вдохновленную проповедь. Он мог говорить на идыш, и это была часть и причина, и почему его собрания всегда были многолюдными. У них было обычно от 130 до 150 человек. Смотрите, то есть, и я вам хочу, еще раз, это были евреи, да, это не были, знаете, в современном мире говорят, а, я еврей, почему? У меня бабушка со стороны дедушки была еврейкой. Это были конкретные евреи, которые выросли, были воспитаны в еврействе, они платили цену, они платили цену за то, что они делали, понимаете? То есть, это было очень серьезные ребята, это были люди, которые совершили вот этот наборот, обращение к Господу, они были готовы платить цену. Смотрите, что было дальше. После собраний многие посетители переходили в смежный зал, типа библиотеки, где миссионеры могли беседовать с ними лично и отвечать на вопросы. Помните, мы говорили, что миссия, да, это был зал для молитвы, было место, где жили миссионеры, где жили новообращенные, и была библиотека, был зал, куда они могли приходить для того, чтобы иметь общение. Смотрите дальше. Я повторюсь, после собраний многие посетители приходили в смежный зал, типа библиотеки, где миссионеры могли беседовать с ними лично и отвечать на вопросы. Многие уже посвятили жизнь Господу, но было немало и таких, которые еще не сделали этого и столкнулись с Евангелем впервые. Следующей смежной комнатой был уютный зал, в котором около 20 девушек окружили сестру Розенберг. Она вела женскую работу, посещала больных и одиноких и заботилась о них, а также проводила библейские уроки для женщин. У еврейских женщин было много религиозных вопросов и Фанни Розенберг была в состоянии отвечать на них. Каждую субботу после благослужения она проводила время с женщинами, и никто не спешил домой, и многие оставались до вечерних библейских уроков. То есть еще вечером мы видим библейские уроки. Пастор Арнольд Франк. И что происходило дальше? Я просто параллельно проведу. Такая же работа проходила по всей Польше. Во многих польских городах, таких как Ось, Варшава, то есть Ось, Варшава, Братслав, были общины, были миссии, разные миссии, еврейские, христианские, вокруг которых формировались вот такие группы, группы общины евреев, верующих в миссию Ишуа. Я еще раз повторюсь, все они, к сожалению, многие, большинство из них были, попали в огонь Холокоста и вместе со своим народом. Есть такая удивительная книга, она называется «Евреи-христиане в гетто, варшавского гетто». И в ней описывается много историй именно верующих евреев, которые были в этом варшавском гетто вместе со своим народом. И когда у них была возможность оставить свой народ, ну как бы выехать, они оставались вместе. Ну как бы они избирали путь, путь умереть со своим народом. И это, кстати, был очень большой плюс, потому что для многих евреев это означало, что евреи, ну меняло мировоззрение. Они видели, что евреи, принявшие Христа, он остается евреем. И в 1939 году, да, то есть работа шла до 1939 года. В 1939 году началась, в сентябре, началась Вторая мировая война. Вторая мировая война, которая началась в сентябре 1939 года, была только одной из семи лет в моей жизни за последние 35 лет. Она была одним из семи бедствий, в которых я прямо или косвенно в той или иной мере участвовал с самого начала своего служения. Некоторые из них нанесли мне лично, моей семье и работе очень болезненные, ощутимые удары и непоправимый ущерб. Леон Розенберг из дневника. В 1939 году, перед еще началом войны, Леона Розенберга отправили, ну скажем так, заработать денег. Ну в плане, он должен был поехать в Америку, чтобы собрать там пожертвование для этого сиротского дома. И когда он выехал в Америку, по пути в Америку оказалось, что уже началась война, и путь назад ему был отрезан. И что произошло? Его жена осталась там, его сотрудники остались там, родные и близкие остались именно в Одзе. И община, то, что он восстановил, осталась там. Прошло, ну Бог милого, Бог сохранил жизнь его жене Фанни. Но я вам хочу зачитать ее письма. После войны, после войны получилось так, что просто Фанни повезло каким образом. Она была членом швейцарской общества Красного Креста. И нацисты ее держали до последнего, чтобы в будущем, ну как бы пытаться шантажировать, чтобы как-то, ну понимаете, да, то есть были какие-то политические планы на нее. Но она до конца своей времени оставалась в этом Еленовке, в этом сиротском доме. Она заботилась об этих сиротах, о еврейских сиротах. И вот в конце, после войны, когда она все-таки спаслась, она написала своему мужу письма, ряд писем. И одну из этих писем я хочу вам зачитать. Трагедия, которая постигла сроднившуюся во Христе семью Вифиля, не подается никакому описанию. Большинство миссионеров Одзи, вместе с большинством миссионеров и питомцев нашего Вифиля, были зверски убиты нацистами. Из всех наших работников живых остался только брат Хаяннецкий, брат и сестра Баклаж и эсфир Нарве. Возможно, их больше, но я пока не знаю, только знаю этих четверых. Большинство деток в нашем приюте, от двухлетних младенцев до подростков 14-15 лет, были насильно увезены от нас и уже никогда не возвратились. Их увозили партиями. Последнюю партию поместили в 30 километрах от нас. «Добросидящий польский крестьянин плакал, когда рассказывал нам о бедственном положении, в котором попали эти дети. Они были под открытым небом на снегу в зимнюю стужу». Фанни Розенберг, письмо мужу, 1945 год. Община евреев-христиан в Одзе, а также в Варшаве, а также в других польских городах были уничтожены нацистами. Они же убили всех еврейских детей в этом сиротском доме. Но я хочу вам сказать, что на этом история Леона Розенберга не закончилась. Леон Розенберг продолжил свое служение, и это служение было плодотворным. Он участвовал в движении, скажем, мы еще поговорим об этом движении, в раннем движении евреев-христиан в Израиле, когда она образовалась. Он организовал еще одну миссию, которая тоже занималась проповедью Евангелия в Америке и в Европе. Она называется еврейская, она существует до сих пор, она называется «Американо-европейская миссия Вифиль». Он проповедовал на радио, они возили Библию сюда в Советский Союз за железный занавес. И когда уже пришло время, скажем, перестройки, когда рухнул железный занавес, они продолжили свою работу здесь и в Одессе, и в других городах. И то, что я хотел вам сегодня рассказать, о чем я сегодня вам хотел рассказать, я надеюсь, вы поняли, что самый основной посыл мой сегодня, даже когда все, что вы строите, все, что вы улаживаете жизнь, по каким-то причинам останавливается, не опускайте руки, продолжайте. Пусть Леон Розенберг будет для вас примером. Пусть его служение станет для вас тем примером человека веры, который продолжал, несмотря ни на что, дело призвания служить Господу. И вы видите, что миссианское движение, оно развивалось. В Польше, оно было в Венгрии, оно было в России, на Украине. И завтра мы поговорим о миссианском движении на Западной Украине, завтра мы поговорим о миссианском движении в Австрии и в Румынии. Поэтому на этом я сегодня отпускаю вас, благодарен Богу.